Аркам ТВ представляет Почему мы должны изучать Сиру до Исламской эры? Мы продолжаем наши вступительные лекции перед тем, как перейти непосредственно к жизнеописанию Пророка, ﷺ. И все эти вступительные лекции, по сути, являются общей информацией и мотивацией к тому, для чего мы должны изучать Сиру. Итак, сегодня, иншаЛлах, мы начнем говорить о том, что такое Сира и почему мы должны изучать Сиру. Мы постараемся упомянуть кое-что о до Исламской Аравии. Таким образом, сегодня и еще в течение следующих двух недель мы будем подготавливать почву к периоду пришествия Пророка, ﷺ. Но перед тем, как начать с рождения Пророка, ﷺ, мы должны рассказать о мире, который был в его время. Сегодня мы начнем говорить об этом, и затем, в последующие две недели, мы продолжим и расскажем о пользе, которую мы можем извлечь из этих знаний. Итак, мы начнем с обсуждения слова Сира. Что означает слово Сира? Это слово происходит от арабского глагола «сара», «ясиру», «сейран», которое переводится как «двигаться, перемещаться, путешествовать». Таким образом, Сира — это путешествие, передвижение. И причина, почему Сира, то есть биография того или иного человека, названа Сирой, состоит в том, что вы как бы путешествуете по его жизни, вы двигаетесь по его пути и следуете по его стопам. Получается, что когда мы изучаем жизнеописание Пророка, ﷺ, то мы как будто следуем по его стопам. Поэтому Сира или биография человека называется Сирой, поскольку вы идете по его жизненному пути. Теперь, несмотря на то, что арабы называли Сирой биографию любого человека, как только появился Пророк, ﷺ, мусульманские ученые стали применять этот термин исключительно к биографии Пророка, ﷺ, лучшего из людей. Поэтому, какой бы ученый сегодня не говорил про Сиру, он имеет в виду только лишь жизнеописание Пророка, ﷺ, события, которые происходили в течение его жизни. Чтобы понять должным образом Сиру, как я сказал, мы не можем начать наше повествование с рождения Пророка, ﷺ. Мы должны начать с описания мира, который был в его время. Поэтому в каждой книге по Сире, начиная с классических и заканчивая современными, имеется вступительная глава о жизни арабов в доисламскую эру. Мы тоже поговорим об этом, но сначала поговорим о пользе изучения Сиры. Итак, для чего нужно изучать Сиру? Почему нас должна интересовать Сира? Зачем тратить свое время, приходить сюда и изучать Сиру Пророка, ﷺ? Ну, польз от изучения Сиры превеликое множество. В первую очередь, Сам Аллах повелел нам узнавать об этом человеке. Это обязанность, которую Аллах возложил на нас. Мы обязаны знать этого человека. В Коране содержится более 50 аятов, повелевающих нам брать пример с Пророка. Среди них такие. «Поистину, в Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас». «Усватун» — образец для подражания. То, за чем вы следуете. «Хасана» означает «идеальный». Таким образом, Пророк, ﷺ, является прекрасным примером для нас. Поэтому изучение жизни Пророка, ﷺ, — это изучение того, за кем мы должны следовать. И удивительно то, что неважно, с какой бы стороны вы ни посмотрели на жизнь Пророка, ﷺ, вы получите пользу от этого. И, конечно же, в первую очередь, мы взглянем на нее с религиозной точки зрения. Также мы посмотрим на Сиру с точки зрения манер и нравственных качеств, милости и мягкости. Также мы посмотрим на Сиру с точки зрения лидерских качеств, как проявлялись лидерские качества Пророка, ﷺ. Также мы узнаем, каким отцом, каким мужем был Пророк, ﷺ, и извлечем пользу из этого. Поэтому неважно, с какого бы угла мы ни посмотрели на Сиру Пророка, это станет прекрасным примером для нас. Аллах говорит в Коране, что если бы Он пожелал, Он не спасал бы на землю ангелов. Но что сделали бы люди, если бы Аллах не спасал в качестве Пророков ангелов? Они бы отвергли их. Почему? Потому что люди сказали бы, мы никогда не сможем быть, как ангелы. Это не наш вид. Как мы можем следовать за ними? Таким образом, Аллах по Своей совершенной мудрости отправил в качестве Пророков людей из плоти и крови, таких же людей, как и мы с вами, рожденных от женщин и которые женятся и имеют детей, так же, как и мы. Но разница в том, что Пророки являются избранниками Аллаха, Свят Он и Велик, и они сделаны для нас образцами для подражания. Еще одной благословенной пользой от изучения Сиры является то, что Сира – это самый главный способ увеличения нашей любви к Пророку, ﷺ. И на самом деле, нет никакого другого такого же эффективного и мощного способа увеличить нашу любовь к Пророку, ﷺ, как изучение Сиры Пророка. И печальной реальностью для нашей уммы является то, что мы зачастую пренебрегаем этой наукой. Мы отодвинули ее в сторону, и, как результат, большинство наших детей совершенно ничего не знают о Пророке, ﷺ. Они даже не знают имен его детей. Они даже не знают основных дат в его жизни, когда он совершил переселение. Сколько ему было лет, когда пришло первое откровение? И при этом они очень хорошо знают современных звезд. Это очень печально. Это печально и стыдно для нас, родителей, что наши дети очень хорошо разбираются в звездах кино и спорта, и при этом они понятия не имеют о том, за кем они на самом деле должны следовать. Поэтому, изучая Сиру, наша любовь к Пророку, ﷺ, увеличивается. И, с другой стороны, это демонстрирует нашу любовь к Нему. Таким образом, когда вы изучаете Сиру, ваша любовь к Пророку увеличивается. Но для того, чтобы ваша любовь к Пророку увеличивалась, вы должны изучать его жизнь. И если вы по-настоящему любите этого человека, вы будете изучать его жизнь. Потому что признаком любви к кому-то является желание узнать как можно больше об объекте своей любви. Признаком любви к кому-то является желание узнать как можно больше об этом человеке. Такова человеческая природа. К примеру, находясь в поездке, я звоню своим детям и спрашиваю, что вы делали сегодня? Хотя это никак не влияет на меня. Я все равно спрашиваю, что вы ели на завтрак? Какая разница, что они ели на завтрак? Однако так я проявляю к ним свою любовь и внимание. Поскольку, когда вы любите кого-то, вы хотите знать абсолютно все о нем. Поэтому любой, кто утверждает, что он любит Пророка, ﷺ, но при этом не изучает его жизнь, на самом деле лукавит. Если вы заявляете, что любите этого человека, и при этом вы не утруждаете себя изучением его жизни, изучением его биографии, не ищите достоверные сведения о нем, то что это за любовь? Это не любовь, которую мы, люди, привыкли проявлять. Таким образом, изучение Сиры – это признак любви к Пророку, ﷺ. И посредством изучения Сиры мы увеличиваем свою любовь к нему. Это замкнутый круг. Чем больше мы любим, тем больше мы изучаем. И чем больше мы изучаем, тем больше мы любим. Третьей пользой является то, что понимание Сиры также помогает нам понимать Коран. Поскольку Коран – это очень сложная, очень глубокая книга, и ее невозможно понять без знания контекста. Вы не сможете понять Коран без контекста. Например, когда вы слышите аяты «Клянусь утром, клянусь ночью, когда она покрывает, твой Господь не покинул тебя и не возненавидел». Вы не поймете, о чем говорится в этих аятах, пока не узнаете про случай, из-за которого они были неспосланы. Когда он был неспослан? Почему он был неспослан? Каков контекст этого откровения? Дело в том, что Пророк, ﷺ, в первые годы терпел множество обид и притеснений со стороны неверующих. Был период, когда на протяжении недель не было неспослано ни одного откровения. И неверующие начали насмехаться над Пророком, говоря, что Аллах покинул его, что Аллах возненавидел его. Пророк, ﷺ, сильно переживал из-за этого. И нужно знать, что это был только первый год пророчества. И затем, в конце концов, Аллах неспослал аяты. «Ат-духа» – это сура, олицетворяющая оптимизм. А что такое «ад-духа», кто знает? Заря, утро. И по сегодняшний день с чем люди ассоциируют утро? С новым днем, а значит, с новыми возможностями. Таким образом, утро – это символ оптимизма. И Аллах говорит Пророку, ﷺ, «Господь не покинул тебя. Воистину, будущее для тебя лучше, чем настоящее». Таким образом, утро – это начало дня, когда встает солнце. Поэтому, пока вы не поймете сиру, эта сура не будет иметь никакого смысла для вас. Так что посредством изучения сиры мы все начинаем лучше понимать Коран. Если бы не было бы сиры, мы бы не смогли понять и оценить Коран. Еще одной пользой изучения сиры является то, что сира пробуждает наши надежды, возвышает наш дух и наделяет нас оптимизмом. Особенно в наши времена, когда мы повсюду сталкиваемся с исламофобией, с ограничениями и притеснениями. Клянусь Аллахом, мне даже неловко называть это притеснением, вспоминая, через что проходил Пророк, ﷺ, и ранние сподвижники. Поэтому то, что происходит с нами сегодня, трудно назвать притеснением, если сравнивать с ними. Тем не менее, времена изменились за последние десять лет. И сегодня мы видим события, которые беспокоят нас. Поэтому мы нуждаемся в источнике, который даст нам руководство, даст нам оптимизм. И изучая сиру, мы понимаем, что люди, жившие до нас, страдали намного сильнее, чем мы. И мы сравниваем наши испытания и тяготы с их испытаниями и тяготами. И еще стоит отметить, что в Коране Аллах часто рассказывает Пророку, ﷺ, истории ранних пророков, их жизнеописания. Для чего? «Ва куллянна куссу алейка мин анбай ар-русули, ма нутэббиту бихи фуадак». Аллах говорит, мы рассказываем тебе повествования о посланниках для того, чтобы укрепить ими твое сердце. Чтобы это сделало его более стойким и увеличило его оптимизм. Задумайтесь об этом. Когда наш Пророк, ﷺ, слышал истории прежних пророков, что это давало ему? Это внушало в него оптимизм, увеличивало его веру. Что тогда говорить о нас? Разве мы не нуждаемся в этом? Не нуждаемся, чтобы наша вера тоже увеличивалась, когда мы изучаем жизнеописание Пророка, ﷺ. Таким образом, изучение жизни Пророка, ﷺ, и ранних пророков приносит нам большую пользу. Это укрепляет наши сердца, другими словами, увеличивает нашу веру. Еще одна польза от изучения сиры, и это, о чем многие из нас не задумываются, что сира сама по себе является чудом Пророка, ﷺ. Когда кто-нибудь спросит вас, какие чудеса являл Пророк, ﷺ, мы тут же вспоминаем о расколовшейся луне, о говорящем дереве и так далее. И мы не задумываемся о том, что на самом деле вся жизнь Пророка, ﷺ, является чудом, от начала и до конца. Вся его жизнь является указанием на то, что он был Пророком Аллаха, родившись в пустынной местности, не имея полноценного образования. Тем не менее, он пришел с глубоким и красноречивым посланием, которому не было равных. Откуда все это пришло? И плюс ко всему, его терпение, его упорство, его успех, при том, что он родился в отсталом языческом, нецивилизованном обществе, где даже не было двухэтажных домов, не было музеев и библиотек. Они даже не могли читать и писать. И, тем не менее, Пророк, ﷺ, вышел из этого отсталого, необразованного, нецивилизованного, варварского общества. И за каких-то 50 лет, нет, даже за 20 лет, смотрите, чего они достигли. Через 50 лет ислам стремительно распространился. Через 100 лет он уже правил миром. Это чудо от Аллаха, Свят Он и Велик. И сира является началом этого чуда. Он обладал огромным могуществом, но при этом жил очень простой жизнью. Сподвижники были готовы пойти на любые жертвы ради него, если бы он попросил их. Но он не делал этого. И невозможно, чтобы человека не испортила такая сильная власть, такая роскошь, только если он не обладает исключительной искренностью, чистотой помыслов и пониманием, что все это совершается ради Аллаха, Свят Он и Велик. Известный ученый из Андалусии Ибн Хазм сказал, «Клянусь Аллахом, если бы Пророку, ﷺ, не было даровано ни одно чудо, кроме его жизни, то этого было бы достаточно, чтобы доказать, что он Пророк Аллаха». Если бы ему не было даровано ни одно из чудес, за исключением его сиры, то и ее было бы достаточно. Его сира – это самое лучшее свидетельство того, что он Пророк Аллаха, Свят Он и Велик. И, конечно, есть множество примеров того, как он усовершенствовал Аравию, и как он изменил весь мир, при том, что в начале своего пути он был простым пастухом из Мекки. И что случилось с посланием, с которым он пришел? Как оно распространилось в течение каких-то двадцати лет? Никто и никогда не смог бы предсказать, что немногочисленная группа из Аравии однажды разрушит Персидскую империю и начнет постепенно поглощать Римскую империю, пока полностью не сотрет ее. Никто не мог бы предсказать, что из Аравии придет небольшая группа людей с новой религией, силой, которая разрушит могущественные империи персов и римлян. И, тем не менее, Аллах, Свят Он и Велик, распахнул перед ними двери и позволил этой группе людей, которые были малообразованы, которые не имели той богатой цивилизации, которая была у византийцев и персов, покорить полмира. У них не было современного оружия. Тем не менее, Аллах, Велик Он и Возвышен, даровал им победу, потому что они были мусульманами, потому что у них была эта религия. Поэтому, изучая сиру Пророка, мир ему и благословение, мы видим его чудо, мы убеждаемся, что Аллах, Велик Он и Возвышен, на самом деле отправил его. Еще одной из польз изучения сиры является то, что сира дает нам четкую методологию возрождения этой уммы. Вы видите, как много существует разных исламских групп, пытающихся возродить умму. И каждая из них имеет собственную идеологию, свой собственный путь. Но почему мы не начинаем с методологии Пророка, мир ему и благословение? Давайте посмотрим, как он начинал. Если вы хотите вернуть величие и славу этой религии, давайте посмотрим, как это делал Пророк, мир ему и благословение. Поскольку он начинал, в буквальном смысле, из ничего, с нуля. И смотрите, к чему это привело, еще при его жизни. Поэтому в поисках новой идеи возрождения мы смотрим на сегодняшнее положение уммы. И наши сердца обливаются кровью. Мы видим, что происходит сегодня с мусульманами и вопрошаем, «О Аллах! Почему это происходит с нами?» Мы спрашиваем, как нам исправить положение уммы. Ответ таков. Изучая сиру Пророка, мир ему и благословение, мы найдем в ней план возрождения. Изучая сиру, мы узнаем о жизни лучшего поколения, когда-либо жившего на земле. Поколение сподвижников. Это лучшее поколение людей, как мы все твердо верим. Да будет доволен имя Аллах. Аллах говорит это несколько раз в Коране. «Радия Аллаху анхум вараду ан» «Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом». И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Лучшее из всех поколений – это мое поколение». «Лучшая умма – это моя умма», имея в виду сподвижников. Ибн Мас'уд сказал, «Аллах посмотрел на сердца своих рабов, и он выбрал самое чистое и светлое сердце, которое принадлежало Пророку, мир ему и благословение. Затем он выбрал самые чистые и яркие сердца и сделал их сподвижниками Пророка Мухаммада, мир ему и благословение». Таким образом, изучая сиру, мы также изучаем жизнеописания Абу Бакара и Умара, истории Анаса ибн Малика и Джабира, истории Саада ибн Муаза, Тальхи и Зубейра, и благодаря этому наша вера также увеличивается. Это были легендарные люди, чьи жизни вдохновляют нас. Их жертвенность, их усердие, их стойкость, их терпение – каждый из них является образцом для подражания. Есть одно предание, которое является славой, однако его смысл правдивый. Оно звучит так «Мои сподвижники подобны звездам, и за кем бы вы ни последовали, вы будете на прямом пути». Смысл здесь в том, что сподвижники являются образцами для подражания для каждого из нас. Также к достоинствам изучения сира относится то, что сира представляет собой знание, посредством которого мы можем защищать честь нашего Пророка, мир ему и благословение. Честь Пророка, мир ему и благословение, всегда подвергалась нападениям. Еще с первых дней ислама урайшиты давали ему различные прозвища – колдун, лжец. Про его призыв они говорили, что это измышляемая ложь. Они обзывали его сумасшедшим, колдуном и так далее и тому подобное. Будучи неспособными постичь Коран, они выдумывали различные объяснения, откуда простой пастух получил Коран. Поэтому они выдумывали самые возмутительные утверждения, говоря, что он – колдун, или что он сумасшедший, что он тот, что он этот. Как видите, антиисламская пропаганда началась еще в то время, и она продолжается и по сегодняшний день. И на каждое обвинение, которое кидали в Пророка, мир ему и благословение, вы найдете опровержение в Коране. И чтобы опровергнуть каждое из обвинений, которые люди придумали позднее, мы должны обратиться к Сирии и защитить нашего Пророка, мир ему и благословение. Сколько людей в наше время говорят, что Пророк, мир ему и благословение, был кровожадным террористом? Да, именно это люди говорят сегодня. Другие говорят, что он был женолюбцем. Да упасет Аллах от этого, который думал только о женщинах. Дорогие братья и сестры, если вы хотите защитить Пророка, мир ему и благословение, как вы сможете это сделать, если не будете знать его Сиру? Если вы хотите защитить своего Пророка, мир ему и благословение, как вы собираетесь сделать это? Если не будете знать, что из того, что говорят про Пророка, является правдой, а что является ложью. И если некоторые элементы являются правдой, как мы должны понимать их? И когда мы сами узнаем их правильный контекст, нам бывает легче объяснить их. Таким образом, зная Сиру, мы сможем защищать честь нашего Пророка, мир ему и благословение. И нет другого способа это сделать, кроме как изучать Сиру Пророка, мир ему и благословение. И поэтому ранние ученые ислама, сподвижники, таби'ины и последователи таби'инов обучали Сире так же, как они обучали всем другим наукам. Али ибн Хусейн, правнук Пророка, мир ему и благословение, говорил, «Мы обучали наших детей Магази, так в те времена называли Сиру, так же, как мы обучали их Корану». Видите, как они воспитывали своих детей? Сира и Коран. Вы должны обучать своих детей Корану, и вы должны обучать их Сире наряду с Кораном. Получается, что учебный и воспитательный процесс в ранние века состоял из Корана и Сири Пророка, мир ему и благословение. И я призываю всех вас обучать так же и своих детей. Вместо того, чтобы рассказывать им сказки про древних греков-язычников, почему бы вам не обучать их Сире Пророка, Мухаммада, мир ему и благословение, рассказывать о сподвижниках? Есть огромное количество книг по Сире для детей. Это и есть истории, на которых должны расти наши дети. Подводя итог темы о достоинствах Сиры, мы скажем, что изучение Сиры – это на самом деле изучение жизни лучшего из лучших. Что я имею в виду? Это изучение жизниописания лучшего из всех людей, когда-либо живших на земле. Мы, мусульмане, твердо убеждены в том, что все пророки были благочестивыми и набожными. Однако пророк Мухаммад, мир ему и благословение, является лучшим из них. Как он сказал в одном хадисе, «Я, господин, предводитель сыновей Адама в день воскрешения». И я говорю это не из хвастовства. То есть это фактическое положение, которое Аллах определил для меня. Получается, что изучая Сиру, мы изучаем жизнь лучшего из людей. Также мы изучаем лучшую из эпох. Поскольку самой лучшей эпохой была эпоха сподвижников. Лучшие из людей – это сподвижники. Самое лучшее место на земле – это Мекка и Медина. Это самые благородные города на земле. И именно Сира дала известность этим двум городам. Мы убеждены, что Мекка была священным городом. Но никто не знал, что она священна. Никто даже не задумывался об этом, пока не появилась Сира. А что касается Медины, то она стала священной во времена пророка, мир ему и благословение. Он говорил, «Я сделал Медину священной так же, как Ибрагим сделал священной Мекку, с позволения Аллаха». Таким образом, Сира – это жизнеописание лучшего из людей, жившего в лучшую эру среди лучших людей и в лучшем из городов. С какой бы стороны ни посмотреть, это лучшее из лучших, лучший из людей, лучшее из времен, лучшее место и лучшее поколение. И поэтому изучение жизни пророка, мир ему и благословение – это изучение нашей религии. Это изучение золотой эры Ислама, изучение того, как Аллах возвысил эту религию, полностью изменив мышление людей, и посредством них изменил весь мир. Изучение этих 23 лет Сиры Пророка, мир ему и благословение, всего 23 лет его посланнической миссии принесет нам пользу во всех аспектах нашей жизни. Возникает один вопрос. Откуда мы берем Сиру? Каков первостепенный источник Сиры? Вот я сижу здесь, в городе Мемфис, штат Теннесси, и даю вам лекцию спустя 1432 года после Хидры Пророка, мир ему и благословение. Откуда я получил всю эту информацию? Откуда я знаю, как на самом деле все было? Поэтому возникает вопрос. Каковы источники Сиры Пророка, мир ему и благословение? Кто может назвать мне самый главный источник Сиры Пророка, мир ему и благословение? Коран. Да, это Коран. Хадисы – это второй источник. Коран – это самый главный источник Сиры. И это источник, на который многие из людей не обращают внимания. Они сразу переходят к таким ученым, как Ибн Исхак, Ибн Хишам, забывая, что наиглавнейший источник Сиры – это Коран. Поскольку Коран ниспосылался в течение Сиры. Он ниспосылался в связи с ситуациями, возникавшими в жизни Пророка, мир ему и благословение. Также в Коране указано практически каждое значимое событие в жизни Пророка, мир ему и благословение. Более того, даже те, что происходили до его пророчества. Например, Аллах говорит… Это указание на события, произошедшие, когда ему было пять лет, когда ангел Джибриль впервые посвятил его. Таким образом, в Коране есть указание на каждое значимое событие в жизни Пророка, мир ему и благословение. И даже на то, что происходило до его рождения. Аллах говорит, «Разве ты не знал, как поступил твой Господь с обладателями слона». Это событие произошло до того, как Пророк, мир ему и благословение, родился. Тем не менее, Аллах упоминает об этом в Коране. Таким образом, сира повествует нам истории с самого начала и вплоть до самого конца. Это один из последних неспосланных аятов. Также к достоинствам Корана относится то, что он является лучшим источником сиры, по многим причинам. В первую очередь, потому что это речь Аллаха. И Сам Аллах рассказывает это нам. Можем ли мы сомневаться в речи Аллаха? И красноречие Корана – это нечто, что не имеет себе равных. Как красиво Аллах описывает сражения при Бадре и при Охуде. Как прекрасно Аллах описывает чувства сподвижников и даже лицемеров. И это еще одна польза, которую включает в себя Коран. Любой историк, каким бы опытным он ни был, будет описывать только внешние события. А Коран, помимо внешних событий, описывает еще и внутреннее состояние людей. К примеру, Аллах говорит «Вот вы бросились бежать, не оглядываясь друг на друга, когда как посланник призывал вас, находясь в последних, ближайших к противнику рядах». Коран говорит нам, что мусульмане были напуганы в тот день настолько, что их сердца достигали их глоток. Коран называет лицемеров трусами, боящимися, что Аллах выявит их. Кто может выявить то, что в сердцах людей, кроме Аллаха, Свят Он и Велик? Таким образом, Коран – это удивительный и непревзойденный источник сиры. Красноречие, сила, красота и знание сокровенного. Коран объясняет нам явления, которые мы бы никогда не поняли. Например, сражение при Бадри. Аллах говорит в Коране «Мы отправили три тысячи ангелов», как бы говоря этим «Не беспокойся, мы поможем тебе». Говоря об Ухуде, Аллах объясняет, почему мусульман постигла поражение. Говоря о Худайбийском соглашении, Аллах сказал «Воистину, мы даровали тебе явную победу», и так далее, и тому подобное. По каждому событию Коран передает нам сокровенное знание. И помимо Корана нет другого источника, где бы мы нашли это знание. Но одной из особенностей Корана является то, что он не передает события в хронологическом порядке. Так ведь? К примеру, такие суры Корана, как «Аль-Бакара», «Аль-Ямран», «Ан-Ниса», «Аль-Майда» не описывают события в хронологическом порядке. Они расставлены в соответствии с тем, каких расставил Пророк, мир ему и благословение. Поэтому сура «Аль-Бакара» является ранней мединской сурой, и она идет первой. А сура «Ик-Ра», которая является первой сурой, девяносто шестая в Коране. Таким образом, Коран не организован хронологически. И другая особенность состоит в том, что часто вы не найдете название того или иного события. К примеру, Аллах в Коране не упоминает слово «Ухър». Мы должны сами узнать, что в суре «Аль-Ямран» говорится про битву при Ухъде. Или что сура «Аль-Анфаль» была ниспослана по случаю битвы при Бадре. Мы должны знать это. Таким образом, сира и Коран идут вместе. Мы нуждаемся в сире, чтобы понимать Коран, и мы нуждаемся в Коране, чтобы понимать сиру. Поэтому они идут рука об руку. Итак, Коран – это первый и самый главный источник сиры, самый красноречивый источник. Второй источник сиры, как указала наша сестра, это хадисы. Более того, каждый хадис является отдельным эпизодом сиры. Разве нет? Что такое хадис? Это слова Пророка, мир ему и благословение? И каждое высказывание Пророка, мир ему и благословение, указывало на какое-то одно событие. Таким образом, можно сказать, что каждый хадис является конкретным эпизодом из сиры. Конечно, когда мы встречаем какой-нибудь хадис, мы в первую очередь встречаемся с теми, кто описывает какие-нибудь случаи. Кто-то пришел, кто-то сделал что-то. Это случилось тогда-то. Существует множество книг по хадисам. И самые известные из них, как вы должны знать, называются «Аль-Кутубус Сидта» — шесть самых достоверных источников хадисов. Также их называют «Ас-Сихаху Сидта». Однако это не совсем точно, поскольку не все хадисы в них являются достоверными. Тем не менее, «Аль-Кутубус Сидта» — это главные книги по хадисам. И также есть огромное количество других книг по хадисам. Третий источник сиры — это книги, написанные конкретно по сире. И первыми людьми, начавшими писать книги по сире, были сыновья сподвижников, дети сподвижников. Представьте, что вашим отцом будет сподвижник Пророка, мир ему и благословение. И когда он рассказывал вам истории, связанные с Пророком, мир ему и благословение, вы начинали записывать их. И одним из первых, кто начал делать это, был Урва, сын Аз-Зубейра. Урва был сыном сподвижника, внуком сподвижника. Его мать была сподвижницей, его бабушка была сподвижницей, его брат был сподвижником. Но сам Урва был рожден уже после смерти Пророка, мир ему и благословение. Поэтому он не считается сподвижником. А его тетей была сама Аиша, да будет доволен ею Аллах, жена Пророка, мир ему и благословение. Итак, Урва был одним из первых составителей книг по хадисам, фикху, тафсиру и сиры. Потому что у него был доступ к знаниям Аиши, да будет доволен ею Аллах. Он был ее родственником. И Аиша даже могла не носить хиджаб в его присутствии. Таким образом, Урва был главным передатчиком от Аиши. Поэтому очень много подробностей о Пророке пришли от Урвы. Все благодаря Аиши, которая рассказывала ему эти подробности. Также нужно отметить Аббана, сына Усмана ибн Аффана. Он умер в 105 году по хиджри. Он также написал небольшую книгу по сире. Были написаны еще несколько небольших книг по сире, пока не появился великий ученый по имени Ибн Шигаб Аззухри, который умер в 129 году по хиджри. Он написал один из первых трактатов по сире. Надо сказать, что ни одна из этих книг не сохранилась до наших дней. Мы имеем всего лишь упоминания об этих книгах в ранних источниках. Почему они не сохранились? По очень простой причине. Когда пришли поздние книги по сире, они поглотили более ранние книги. К примеру, Аббан писал «Мой отец сказал так-то», Урва писал «Аиша сообщила мне то-то», «Мой отец передал то-то», «Мой дядя передает то-то». То есть каждый из них называл всего несколько передатчиков. Теперь представьте, что появился новый ученый, который решил объединить книги Аббана, Урвы и другие книги в одну большую книгу. Как только были написаны более объемные книги, никто уже не нуждался в книгах Аббана и Урвы. Не забывайте, что в те дни у людей не было печатного станка. И поэтому, если вам нужна была книга, вы должны были сидеть и переписывать ее от корки до корки. И если выбирать одну книгу, то люди выбирали более объемную и полную, где больше подробностей. Конечно, это печально для нас. Жаль, что мы не можем прочесть тех ранних книг. К сожалению, они не дошли до нас. Но до нас дошли книги, которые были написаны уже в следующем поколении. То есть они тоже были очень ранними. И это говорит нам о том, что первые книги по сире были составлены раньше, чем книги по хадисам, поскольку ранние ученые акцентировали больше внимания на сире, чем на хадисах или других науках. И самым великим ученым по сире был Ибн Исхак. Сира Ибн Исхака. Его звали Мухаммад Ибн Исхак. Он родился приблизительно в 85-м году по хиджри. Только вдумайтесь, 85-й год. Он родился и жил в Медине, там, где жил Пророк, мир ему и благословение, и где он покинул этот мир. Там, где жили дети сподвижников. Получается, что он вырос вокруг детей и внуков сподвижников. 85-й год по хиджри – это очень ранний период, при том, что эра сподвижников закончилась в сотом, 110-х годах по хиджри. Джабир и другие умерли в 90-м году. Получается, что Мухаммад Ибн Исхак встречался на весь сподвижников. И, возможно, он даже видел и некоторых сподвижников, поскольку он родился в очень раннюю эпоху, всего лишь в 85-м году хиджри. И он начал записывать все, что слышал о Пророке, мир ему и благословение. У него была большая страсть к Сире. Поэтому он записывал все, что относилось к Сире, и он начал собирать всю эту информацию в хронологическом порядке, в отличие от ранних трактатов. Он составил свой труд в хронологическом порядке. К примеру, он писал так. «Это событие произошло в раннюю Микканскую эру, а это уже в позднюю эру. Затем наступила хиджра». Таким образом, он собрал очень большую книгу. И ради достоверности сообщений он даже путешествовал в другие города, где жили некоторые из сподвижников, в Басру и Куфу. Он отправлялся туда, чтобы узнать о преданиях Ибн Масуда, который жил в Куфе. Помимо этого, он путешествовал по другим землям мусульман. Но его первостепенным источником знаний была Медина. И одним из самых прекрасных качеств Мухаммада ибн Исхака было то, что он собрал всю Сиру вместе, с цепочками передатчиков. В исламской терминологии она называется «иснадом». Цепочка передатчиков – это исключительно исламское изобретение. Она не существовала ни в одной другой религии или культуре. Это исключительно исламское явление. Цепочка передатчиков позволяет нам узнать, от кого пришла история. Поскольку в исламе мы всегда стремимся установить достоверность. Мы не основываем нашу религию на каких-то преданиях и легендах. Нет, мы узнаем, кто передал эту историю, кто передал ему, кто передал ему, и так вплоть до Пророка, мир ему и благословение. Таким образом, в цепочке передатчиков мы собираем всех, кто передал ту или иную историю. Ибн Исхаб передал от того-то, тот передал от того-то, тот передает от Джабира, Ибн Абдилляха, передает от Пророка, мир ему и благословение. Это и есть иснад. Также мы знаем все о передатчике – когда оно родился, когда умер, обладал ли он хорошими качествами, была ли у него хорошая память или он был склонен к забывчивости. Таким образом, мы можем дать оценку каждому участнику иснада. Итак, Ибн Исхаб начал собирать сиру Пророка, мир ему и благословение. И в результате он написал большую книгу. Она была настолько большой, что, говорят, она состояла из 10-15 томов. Это при том, что Ибн Исхаб умер в 150 году хиджры. Он жил с 1985 по 150 год. То есть, это был очень ранний ученый. Книга Ибн Исхака была настолько большой, что ее трудно было копировать. Затем появился еще один ученый – один из учеников Ибн Исхака по имени Ибн Хишам. Это имена, которые знают большинство мусульман – Ибн Исхак и Ибн Хишам. Полное его имя – Абдуль-Малик Ибн Хишам. Он умер в 213 году по хиджре. Причина, почему я рассказываю такие подробности, состоит в том, что любой среднестатистический мусульманин должен знать про эти две книги по сире – книга Ибн Исхака и книга Ибн Хишама. Я знаю, что это не совсем сира в привычном понимании. Тем не менее, вы должны знать хотя бы некоторые книги по сире. В первую очередь, это сборник Ибн Исхака, а затем Ибн Хишама. Итак, в чем разница между сборником Ибн Хишама и книгой Ибн Исхака? Очень просто объяснить. Ибн Хишам понял, что сборник Ибн Исхака слишком велик. 10-12 томов, как никак. Поэтому он решил сократить его. Таким образом, Ибн Хишам не добавил ничего нового в сборник Ибн Исхака. Он всего лишь сократил его. Он не перестроил его, а просто убрал то, что посчитал ненужным. Ибн Хишам просто взял и вырезал там и здесь, сильно сократив его. И сегодня можно найти сборник Ибн Хишама, состоящий всего из четырех томов. Говорят, что его сборник – это половина или даже одна треть сборника Ибн Исхака. Кто-то может спросить, почему же он это сделал? Почему он не оставил первоначальный размер? Не забывайте, что в те времена у них не было печатных станков. И если вы хотели книгу, вы должны были переписать ее от корки до корки. Ибн Хишам понял, что в сборнике Ибн Исхака слишком много деталей. И также стоит упомянуть, что Ибн Исхак был одним из первых, кто начал писать историю человечества. Он начал с Адама и затем дошел до Ибрахима, Нуха, Мусы, и в конце он дошел до пророка Мухаммада, ﷺ. И Ибн Хишам решил, «Так, это мы уберем и оставим только жизнеописание пророка, ﷺ». И он удалил целые главы, касавшиеся ранней истории. Также он удалил много другой информации, которую посчитал не такой уж полезной. Со временем люди начали переписывать книгу Ибн Хишама. И если вы хотели купить копию книги, вы должны были купить сиру Ибн Хишама. И вы уже не нашли бы сиру кого? Ибн Исхака, поскольку ее уже не существует. Однако, как отступление для тех, кто заинтересовался этой наукой, был один очень и очень известный ученый-индиец по имени Хамидуллах. Это был очень известный ученый. Он прожил очень долго, где-то 93 года. Он совсем недавно умер, всего 7-8 лет назад. Он родился в Индии, а затем переехал во Францию. И стал одним из выдающихся ученых в так называемом востоковедении, специализируясь в изучении ислама среди немусульман. Он написал множество книг на французском и английском. Он стал выдающимся исследователем. Доктор Хамидуллах обнаружил множество манускриптов по Сирии. Многие из этих манускриптов впоследствии оказались в Берлине, в Париже, в Лондоне. Вопрос, каким образом древние манускрипты оказались там? Тому есть много причин. Одна из них – это колонизация. Когда Запад пришел в исламский мир, они начали раскупать предметы искусства, древние рукописи. У них были деньги, политическая власть. И печальная реальность состоит в том, что сегодня одни из самых ранних копий Корана мы обнаруживаем в Париже. Самая ранняя копия Корана, которая до нас дошла, находится в Париже. А еще одна древняя копия находится в Лондоне. Таково реальное положение нашей умбы. Когда колонисты ушли, они забрали с собой все сокровища. Некоторые из них были куплены, а некоторые просто были отобраны, захвачены силой. И как результат, после Первой и Второй мировых войн очень много исламских древних рукописей было вывезено на Запад. Да, справедливости ради скажем, что очень многие из них были куплены. Понимаете, когда людям предлагают английские фунты или американские доллары за ту или иную вещь, не все могут устоять. Поэтому многие из ранних исламских книг и рукописей были куплены богатыми бизнесменами, которые относились к ним всего лишь как к произведениям искусства. И даже сегодня много древних рукописей можно найти, например, в Германии. Одно из крупнейших хранилищ рукописей находится именно в этой стране, поскольку многие немцы интересовались исламом в 17 веке. Так вот, Хамидуллах, очевидно прекрасно владеющий арабским языком, начал искать все эти рукописи в Германии, в Париже, в Лондоне. И он обнаружил множество рукописей. И одна из рукописей, обнаруженных им, представляла собой частичную копию книги Ибн Исхака. Вся умма считала, что сборник Ибн Исхака навсегда утерян, что все, мир больше не увидит сиру Ибн Исхака. Хамидуллах нашел примерно одну четвертую часть сиры Ибн Исхака. Он отредактировал ее и издал. И когда сегодня мы сравниваем… Кстати, поэтому важно иметь ранние источники, поскольку мы можем показать людям… Смотрите, Ибн Гишам не взял сиру из ниоткуда, он перенял ее от Ибн Исхака. Итак, когда он сравнивал сиру Ибн Исхака с сирой Ибн Гишама, он обнаружил именно то, что сделал Ибн Гишам, который просто сократил сиру Ибн Исхака наполовину или на одну треть. Что именно он убрал? Длинные стихи, родословную арабов. Поскольку каждый раз, как Ибн Исхак упоминал какое-то имя, он приводил целую его родословную – 50-60 человек. И Ибн Гишам подумал, что достаточно привести всего четыре-пять имен, а остальных убрать. И вот, когда Хамидуллах сравнил оба текста, он пришел к выводу, что Ибн Гишам был то, чем в своей работе. Поэтому мы сегодня можем сказать, аль-хамдулиллях, беря в руки сиру Ибн Гишама, мы читаем то, что было написано примерно через 150 лет после Пророка, мир ему и благословения. Клянусь Аллахом, это удивительно. Намного раньше, чем любая книга по хадисам, поскольку имам Аль-Бухари умер в 256 году, а имам Муслим – в 261 году. Ибн Исхак же умер в 150 году, а книгу написал где-то в 130 году. Поэтому можно смело сказать, что спустя всего лишь 150 лет после смерти Пророка, мир ему и благословения, у нас есть большая часть книги Ибн Исхака, сохраненная и переданная Ибн Гишамом. Таким образом, третьим источником сиры являются книги, написанные специально по сире. Четвертым источником сиры являются книги, написанные о качествах Пророка, мир ему и благословения. На арабском это называется «Аш-Шамайль». Множество ранних ученых, желавших описать качества Пророка, мир ему и благословения, написали книги о его качествах и внешних характеристиках. Конечно, самое известное из них — это «Шамайль Ат-Тирмиди». Это самый известный сборник, описывающий качества Пророка, мир ему и благословения. Помимо него были написаны еще многие другие подобные сборники. «Шамайль» — это особый жанр книги, которые занимаются внешним видом, качествами, манерами Пророка, мир ему и благословения. Это все называется «Шамайль». Особенности. Еще одним источником сиры являются книги, написанные о чудесах Пророка, мир ему и благословения. На арабском они называются «Даляиль». Есть множество книг, в которых говорится только о чудесах. И, изучая эти чудеса, мы также узнаем что-то из сиры. Самая известная книга о чудесах Пророка называется «Даляиль». «Даляиль», «Ан-Нубуа», «Аль-Байхаки». Она состоит из 12 томов. Это огромная книга, похожая на энциклопедию. Еще одним источником сиры являются истории о сподвижниках. Были ученые, которые записывали истории о сподвижниках. И, изучая эти истории, мы также можем извлечь из них сиру. И, в заключении, мы упомянем книги по истории Мекки и Медины. Были ученые, которые написали историю Мекки и историю Медины. И, опять же, читая их истории, мы можем узнать кое-что о сире Пророка, мир ему и благословения. Итак, это были основные источники сиры. Современные ученые добавили к этому списку источники, которые не найдешь в исламских землях. Это довольно новая и редкая область исследования в изучении ислама, здесь, в США. К примеру, они поднимают такой вопрос. Что говорили византийцы об арабах в те времена? Что говорили персы? Что говорили другие цивилизации того времени? И какие истории те арабы рассказывали византийцам, персам и другим? Все эти записи сохранились лишь отрывками, которые находятся в разных местах. Это еще одна очень сложная тема, и сейчас не время и не место обсуждать ее. Но есть некоторые источники, к которым у нас есть доступ, и к которым не было доступа у ранних ученых. Тем не менее, это тоже можно отнести к источнику сиры. Итак, это были источники сиры. Теперь мы начинаем говорить о доисламской Аравии. И мы начнем с упоминания о том, кем были арабы. Это уже тема генеалогии, тема этноса. Кем были арабы, среди которых появился Пророк, ﷺ. И это тема, с которой начал свою сиру Ибн Исхак. В начале своего сборника он говорит о видах арабов. Итак, начнем. Если среди нас есть арабы, то внимательно слушайте. Мы будем говорить о вашем происхождении. Для некоторых из вас это действительно родословное. Для других Аллах лучше знает. Я говорю это потому, что большинство арабов наших дней могут не найти своих корней среди классических арабов. Например, когда арабы завоевали Египет, египтяне того времени не были потомками тех классических арабов. Когда арабы завоевали Шам, Сирию, там жили византийцы. Но, в конце концов, потомки тех византийцев стали мусульманами и начали говорить на арабском языке. И сегодня мы видим, что арабский этнос – это уже не тот, каким он был раньше. Я понимаю, из моих уст это звучит достаточно странно, поскольку я говорю об арабах, и при этом сам я не араб. Я не имею ничего против арабов, поверьте мне. Я люблю арабов, альхамдулиллах, и не имею ничего против арабов. Однако арабы в наше время не являются теми арабами, о которых мы говорим. Арабы, о которых мы говорим, ведут свою родословную от конкретных людей. Большинство же арабов в наше время не являются потомками тех людей. Они стали арабами, переняв арабскую культуру, арабский язык. Да, некоторые из арабов могут проследить свою родословную от тех первых арабов, и тогда это именно те арабы, о которых мы говорим. Итак, ученые разделили арабов на две большие категории. Рано или поздно я установлю здесь PowerPoint. Сегодня я не подумал принести его. Две большие категории. Первая из них – это вымершие арабы. Они больше не существуют. Они были самой ранней цивилизацией, которая была в Аравии за тысячи лет до ислама. Их называют вымершими арабами, ставшими частью истории. Как я сказал, они были самой ранней цивилизацией на Аравийском полуострове. В Коране упоминаются несколько историй о них. Кто скажет, что это за истории? Народы Ад и Самуд. Эти два народа были самой ранней цивилизацией в Аравии. И они не имеют ничего общего с поздними арабами. Их называют арабами только потому, что они жили на земле, которую впоследствии стали называть Аравией. Она не называлась Аравией, когда они жили там. И, насколько мы знаем, народ Самуд – это самые ранние люди, которые жили на арабском полуострове. Мы не находим никаких других остатков людей до самудян. Современные археологические исследования указывают на то, что самудяне жили в процветании примерно за три тысячи лет до нашей эры. То есть пять тысяч лет назад они процветали. Это значит, что, возможно, они существовали еще на тысячу лет раньше. У нас есть задокументированные свидетельства того, что самудяне процветали пять тысяч лет назад. Также мы знаем про цивилизацию пророка Салиха, которая существовала после самудян. Мы знаем, где они жили. Мы ходим по местности, когда-то принадлежавшей им. И мы видим их дома и дворцы. И также народ Аад. Все эти люди жили в древние времена, до того, как эта земля была названа Аравией. Ибн Хальдун говорит, что эти люди, древние арабы, пришли из древнего города Вавилона. В Библии говорится, что в древности Вавилон был матерью всех городов. Они бежали из Вавилона, когда там разгорелась гражданская война, и прибыли в Аравию. И насколько мы знаем, это была самая ранняя цивилизация, которая была обнаружена на Аравийском полуострове. И это народы Самуд, Аад и другие. И каждый из этих народов имеет собственную историю. Некоторые из них Аллах уничтожил. Некоторые исчезли в результате войн. Кого-то погубило наводнение, кто-то переселился в другие земли. Таким образом, эти древние арабы полностью исчезли, и поэтому их называют «вымершими арабами». Они стали частью истории. Вторая группа арабов, которая нас интересует, называется «Оставшиеся» или «сохранившиеся арабы». Этот вид арабов делится на две категории. Итак, чтобы не запутаться. С одной стороны у нас вымершие арабы, с другой — сохранившиеся арабы, которые, в свою очередь, состоят из двух племен. Кахтан и Аднан. Арабы – Кахтаниты и Арабы – Аднаниты. Теперь разберем, кто такие Кахтаниты и кто такие Аднаниты. Кахтана считают отцом основателем арабов. Его сына звали Яараб или Яариб. И этот Яариб, по сути, является тем, от кого пошли арабы. Как вы поняли, слово «араб» произошло от слова «Яараб», от имени сына Кахтана. Именно от Яариба произошло слово «араб». Более поздние арабы говорили, что «араб» произошло от глагола «араба», что значит «проходить, переходить». Аллах знает лучше. Но по мне это не совсем убедительно. Итак, от имени Яариб произошло название «араб». В некоторых книгах написано, что Яариб был первым, кто заговорил на арабском языке. Но, опять же, здравый смысл подсказывает нам, что язык не возникает так просто от одного человека. Язык складывается постепенно, из поколения в поколение. Поэтому, возможно, Яариб установил какие-то стандарты в языке. Тем не менее, некоторые считают, что арабский язык, а также арабский этнос, восходит к Яарибу, сыну Кахтана. Итак, это арабы – Кахтаниты. Теперь, кем были Кахтан и Яараб? Ну, честно сказать, мы не знаем. Кто такой был Кахтан? Есть два или три мнения насчет того, откуда он произошел. Да, он был потомком Адама, как и все мы, но я имею в виду, к какой ветви Адама он принадлежал. Согласно мнению большинства, Кахтан был потомком одного из сыновей Нуха по имени Сам. Многие ученые придерживаются этого мнения. А кто был Сам? Сам – отец-основатель, так называемых семитов. Итак, семиты – это предки Сама. А кто такие семиты? Это группа людей, имеющие этнические сходства и говорящие на языках, имеющих схожесть. Это такие языки, как арабский, иврит, арамейский. Получается, что арабы, евреи, древние арамейцы – это все семиты. Есть еще одно предание, но оно не из нашей сунны, хотя есть один слабый хадис, подтверждающий это. Тем не менее, об этом говорится в Бетхом Завете. Итак, предание гласит, что у Нуха было три сына. Одного из них звали Самом. Сам – основоположник семитов – арабов, евреев, арамейцев. Ибрахим мир ему был потомком Сама. У Сама был брат, которого считают основоположником римлян и, в целом, европейского этноса. А третьего брата звали Хам. Хама считают основоположником африканцев. Это предание, упомянутое в Библии. Также в нашей традиции есть слабый хадис об этом. Аллах знает лучше, у нас нет оснований отрицать это. Поэтому можно согласиться с этим. Итак, Сам был одним из сыновей Нуха мир ему. Большинство ученых считают, что Кахтан был одним из потомков Сама. Мы не знаем, сколько поколений было между ними. Если это так, значит, Кахтан и Ибрахим мир ему произошли от Сама. Но между ними нет прямой связи. Возможно, между ними десять поколений. Итак, Кахтан не относится напрямую к Ибрахиму. Согласно другому мнению, Кахтан на самом деле является потомком Ибрахима мир ему. Это другое мнение. И третье мнение – это то, что Кахтан являлся потомком Гуда мир ему. И это очень слабое мнение. Аллах знает лучше. По более распространенному мнению, Кахтан не связан с Ибрахимом. Кахтан является потомком Сама. И Ибрахим также был потомком Сама. Поэтому да, между ними есть некоторое родство. Однако у них разные родословные. Итак, как было сказано, мы не знаем, когда жил Кахтан. Но известно, что он жил намного раньше Аднана. Мы должны указать на это. Хоть мы и упоминаем Аднана и Кахтана вместе. Они не жили в одно и то же время. Кахтан был намного раньше, чем Аднан. Итак, мы сказали, что у Кахтана был сын Яраб. И от него произошло слово «араб». А где они жили? Кахтаниты жили в южной части Аравийского полуострова. У них было множество династий и королевств. Аллах упоминает в Коране одно из их королевств. Королевство Саба. Сабаиты были кахтанитами. Химьяриты тоже были кахтанитами. Вассаниды были кахтанитами. Все они были потомками Кахтана. Племена Аус и Хазрач в Медине также были кахтанитами по происхождению. Кахтанитов называют исконными арабами. На арабском это звучит как «Аль-Арабуль-Ариба». Почему их называют исконными арабами? Потому что они основали арабский язык. Или лучше сказать, они говорили на арабском. Это кахтаниты. Что касается Аднана, то о нем известно намного больше, чем у Кахтани. Это хорошо известная личность. Почему? Потому что он был предком нашего пророка, мир ему и благословение. Пророк, мир ему и благословение, не был кахтанитом. Он был однанитом. Он был потомком Аднана. Кем был Аднан? Аднан – это один из потомков пророка Исмаиля, мир ему. А Исмаил не был потомком Кахтана. Он был сыном Ибрахима, мир ему. Но, очевидно, они все относятся к семитской расе. И Кахтан, и Ибрахим, мир ему были семитами. При этом, как мы сказали, Ибрагим Мирьему не имеет родства с Кахтаном. Они всего лишь имеют общего предка – Сама, сына Нуха, Мирьему. Мы все знаем историю Исмаиля Мирьему. На следующей неделе мы будем подробно говорить о нем, поскольку это также имеет отношение к Сирии. Итак, Исмаил Мирьему не был родом из Аравии. Откуда был Исмаил? Египет? Север Ирака? Иракцы говорят, что он из Ирака. Египтяне, что он из Египта. А где йеменцы? Почему они молчат? Пакистан! Машаллах! Ну, наконец-то! Откуда был родом Ибрагим Мирьему? Он был родом из Ирака, из города Урр, который находился в Ираке. Вообще Ирак можно назвать колыбелью цивилизации. Итак, Ибрагим Мирьему был из Ирака. Затем Ибрагим покинул Ирак вместе со своей супругой Сарой. Они отправились в Египет. Там они также столкнулись с испытаниями. Царь попытался завладеть Сарой и убить Ибрагима Мирьему. Но Аллах не позволил этому случиться. И в качестве искупления царь подарил Ибрагиму рабыню по имени Гаджар. Гаджар была египтянкой. Однако, при всем уважении к матерям, родословное в исламе идет от отца. Итак, Гаджар была египтянкой. Поэтому пророк Мирьему и Благословение, предрекая завоевание Египта, однажды сказал мусульманам, «Вы завоюете Египет, и когда вы сделаете это, относитесь хорошо к его жителям, поскольку между ними и вами есть родство», благодаря Гаджар. Итак, Ибрагим Мирьему был родом из Ирака, из города Ур. Получается, что Исмаил этнически был не из Аравии, он из Ирака. Исмаил, Мирьему, будучи ребенком, был оставлен вместе со своей матерью Гаджар в местности, которая впоследствии стала Меккой, на земле, которую кахтаниты никогда не заселяли. Они жили далеко на юге. Мекка же находится в середине Аравии. Кахтаниты никогда не жили там. Это была пустая, безжизненная земля. Но однажды мимо этого места прошло одно из племен кахтанитов, которое называлось Джургум. И осели там. И впоследствии Исмаил женился на предводительнице племени Джургум. Не так очевидно, что Исмаил не был кахтанитом. Он не может быть кахтанитом. Однако, женившись на представительнице кахтанитов, он стал говорить на их языке, на арабском. В результате этого потомки Исмаиля соединили в себе кровь Ибрагима, Мирьему, и кахтанитов. И спустя несколько поколений появился светоч по имени Аднан. Между Исмаилем и Аднаном примерно 7-10 поколений, то есть около 400-500 лет. Итак, появился Аднан, и уже от него распространились арабские племена. Все эти племена, и самое известное из которых это – Курайш. Все они восходят к этой личности по имени Аднан. А Аднан восходит к Исмаилю, Мирьему. Надо сказать, что у Исмаиля было много детей. И эти дети основывали другие цивилизации, не относящиеся к арабам. Поэтому есть мнение, что набатейцы тоже были потомками Исмаиля. Но уже по другой линии, не от Аднана. И у них была другая цивилизация и другой язык. Теперь, что касается арабов-Аднанитов, то их называют арабизированные арабы, которые переняли арабский язык и культуру. Почему? Потому что арабский не был их родным языком. Они переняли его от арабу-ль-Ариба, исконных арабов. Как мы сказали, Аднан был потомком Исмаиля, Мирьему. И у нас есть точно установленная родословная пророка, Мирьему и Благословение. И среди всех ученых имеется единогласное мнение о том, что пророк, Мирьему и Благословение, был 21-м потомком Аднана. Между Аднаном и пророком, Мирьему и Благословение, было 20 поколений. Таким образом, пророк, Мирьему и Благословение, являлся Аднанитом. Его родословное идет от Аднана. Со временем арабизированные арабы стали более искусными в арабском языке, чем исконные арабы. Почему? И как это случилось? Причина в том, что первые обосновались в Центральной Аравии. Это привело к тому, что все племена арабов стекались к ним, проходили мимо них. И поскольку они взаимодействовали со всеми исконными арабами, и поскольку они находились в Центре, они начали вбирать в себя лучшее из всех арабских традиций. И спустя некоторое время арабизированные арабы стали более могущественными, более красноречивыми, более авторитетными, чем исконные арабы. Аль-Арабуль-Ариба. И, видимо, поэтому Аллах, Свят Он и Велик, выбрал в качестве пророка человека из числа арабизированных арабов. Аль-Арабуль-Мустариба. Поэтому не думайте, что происхождение пророка, миримое благословение, из арабизированных арабов является каким-то недостатком. Упаси Аллах. Нет, напротив, со временем арабизированные арабы стали более авторитетными и красноречивыми, чем так называемые исконные арабы. Да, я признаю, что я, наверное, слишком увлекся генеалогией. Я понимаю, что некоторым из вас это не особо интересно. Но мы должны знать хотя бы немного об истории арабов до ислама, о различных динамиках в арабском обществе того времени, о конфликтах, если мы хотим должным образом понять сиру. И перед тем, как перейти к вопросам и ответам, скажу лишь, что моя методика в обучении сири будет несколько уникальной. Наши лекции, возможно, будут отличаться от тех, что вы слышали раньше. Они будут более академичными и научными. И моей целью не является просто пересказать вам те или иные истории, а поведать о том, откуда они появились, являются ли они достоверными или нет, поскольку я считаю, что очень важно уметь отличать правду от лжи. И также моей целью является не просто рассказывать вам истории, которые понравятся вам, но также, чтобы вы подчеркнули из них мудрости и морально-нравственные уроки. Поэтому после каждого события мы будем останавливаться и спрашивать самих себя, какую пользу мы извлечем из этой истории, особенно в свете последних времен. И порой я буду очень щепетильным и доскональным в некоторых вопросах. Как вы знаете, сира – это одна из моих специализаций. Я уже неоднократно проводил уроки по сире. И это, аль-хамдулиля, будет очередная серия лекций, посвященных сире. И каждый раз я добавляю какую-нибудь новую информацию, что-то новое, поскольку я люблю сиру. Благодаря ей я чувствую большую гордость за то, что я мусульманин. Скажу по правде, это очень укрепляет мою веру, убеждая меня в том, что Аллах благословил нас этой прекрасной религией – ислам. Поэтому я очень люблю давать подробные уроки по сире. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами. Субтитры сделал DimaTorzok